Ребят, всем большое привет! Мне кажется, я с вами уже целую вечность не разговаривала, влоги не выходили достаточно давно, но все не просто так. Этот перерыв я сделала не из проста дела в том, что мне нужно было дать себе время на то, чтобы разобраться как следует в новой сфере, я имею ввиду крипту. И если раньше я прям намеренно была делиться с вами всеми своими знаниями полученными, рассказывать какие-то нюансы и про степу, и про крипту, то сейчас, когда рынок гуляет вот так вот просто, его колбасит неимоверно. Такой период совсем нестабильный, и мне просто вводить в уши своим подписчикам и рассказывать про очень волатильный рынок криптовалюты, мне хочется просто брать на себя ответственность. Также меня не было еще из-за того, что я очень-очень глубоко погрузилась еще в новый проект, который вышел у нас с Катей Панковой. Вы уже, скорее всего, его видели. Если нет, ссылочку оставлю в прямом верхнем углу, обязательно тогда загляните. Ролик получился супер-мега интересным, мне прям очень понравилось, потому что этот опыт для меня супер-новый, и я буду очень рада, если вы напишите пару слов о своих впечатлениях по поводу этого проекта. А сейчас я, наверное, поделюсь с вами кусочками жизни моей с прошедших нескольких недель. Я все для вас снимала, и сейчас вернемся немножечко назад, потом будем уже в режиме реального времени с вами общаться. Обещаю так надолго не пропадать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня сегодня повторный прием в EVA клиник. Уже готовы все мои анализы, сейчас мне доктор все расскажет. Я проходила комплекс эволюция, и повторный прием уже включен в стоимость. Мне даже сейчас ничего доплачивать не нужно. Субтитры сделал DimaTorzok Еще, кстати, хотел показать вам интерьер. Для меня вот такие мелочи не всегда имеют большое значение, поэтому пойдемте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Есть кремушек для рук. Кися, похож на нашего кексика. Если раньше я ходила к гинекологу, всегда не хотят. И для меня приемы в городской поликлинике, они оставляли внутри ощущение, знаете, такой ненужности, как будто на тебя вообще всем все равно. Если не очень повезет, то можешь нарваться еще на врача, у которого физически даже проходить осмотр не очень приятно. Сейчас же я на таком этапе своей жизни, когда я лучше не схожу лишний раз в кафе, либо не куплю себе еще одну кофточку, а лучше оплачу полный комплекс со всеми возможными УЗИ и забором анализов. Получу достойное по качеству обслуживание. Плюс к этому здесь заботливые, тактичные врачи. А это, кто бы что ни говорил, очень-очень важно. В Еву я хожу уже больше пяти лет. И я, мне кажется, самый преданный их посетитель. Это рекомендация от чистого сердца. Ссылочку на клинику оставляю для вас в описании. Мне хочется, чтобы каждая девушка могла ощущать на себе заботу, трепетное отношение врачей. Мне кажется, я вообще могла ничего вам не говорить, а просто сказать, что я привезла сюда свою маму. Я думаю, этого было бы достаточно, чтобы понять, что я доверяю своих самых близких людей этой клиники и врачам, которые здесь работают. Я решила еще взять сертификат для своей Женечки, так что ее тоже отправляю на осмотр. Вот этой рукой поднимай. Вот так вот. И вот этой вот одной рукой вот так вот. Все. И вставай теперь. Ты, короче, ты потыкаешь, потом попробуешь потянуть. Ну да. Буквально на днях пришел мне вот такой вот чай Relax от Tess. И я посмотрела, что находится... Какие травушки-муравушки находятся внутри. Вербена, мелиса, бузина, яблоко, лаванда, шиповник. Вербена мне, конечно, посмешила немножко. Сразу вспоминаются почему-то дневники вампиров. Ну ладно. Вот такие вот пакетики сейчас. Открою, хочу понюхать, чем пахнет. Ну знаете, достаточно приятный запах. Я не сказала бы, что он противный. Пахнет на самом деле интересно. Но это, наверное, не тот запах, который понравится большинству. Это все-таки на любителя. Тут такой богатый сбор всяких разных трав. Пойду вот сейчас заварю себе и выпью чашечку. Релакснусь. Немножечко, так как он релакс, значит, может немножечко расслабит и успокоит. Только что была доставка Озон. Вот у нас пришел чай Эрл Грей. Я, кстати, на Озон больше люблю заказы, потому что как-то там проще и немножко дешевле, чем в магазинах. Ну и наконец-то для нашего Бенна пришла, как называется, поводок-рулетка. Вот. Он у нас достаточно большой. Я брала который до 50 килограмм. У него нагрузка. Наш Бен, он как теленок. Он огромный. Он очень активный, поэтому тут нужен усиленный такой вариант. Кстати, говорят, что в Флексе очень хорошие именно поводки-рулетка, поэтому буду пробовать. Он у нас длиной 5 метров, как я уже говорила, до 50 килограмм вот здесь. Сегодня мы пойдем с ним проверять, потому что сейчас у нас поводок короткий, и мне не очень удобно, потому что он меня дергает за руку постоянно. И у меня уже левая рука моя и правая крючок, и мои руки, они уже прям у них такой, знаете, такая крепатура уже в руках. Пришла вот такая вот пупырка 5 метров. Вот такая вот стретч-пленка мне пришла. Я ее забираю в мастерскую, чтобы там устилать рабочий стол. Плюс к этому еще пришли коробки в собранном виде. Они у меня вот такого размера и формы вот такой. Их в комплекте было 10 штук. В принципе, стоило недорого. Это я собираю уже маленькие, знаете, подарочки для учителей. Короче, собрала уже 4 маленькие коробки с такими, знаете, чисто символическими подарочками. Потом перевяжу ленточками и в конце учебного года подарю нашим преподавателям. В общем, это были все пока что мои покупочки, которые я делала на Озон. Хочется уже прям достать. Но я с утра уже с Беном ходила гулять, поэтому пойдем с ним прям поздно-поздно вечером гулять вот сегодня. И попробую как раз-таки протестировать, что это за красота. Давайте, наверное, распакую, покажу, как она выглядит без упаковки. Вот такой поводок-рулетка. Что-то отпечаталось вот такое вот, короче, как будто грязь какая-то. Он светоотражающий. Это, мне кажется, очень-очень хорошо. Достаточно крепкий вот здесь вот карабин. Правда, наверное, не такой все-таки удобный, как сейчас у него в поводке. Но я думаю, что приноровлюсь. Вот еще есть вот такой вот маленький ремешок. Но, если честно, я не знаю, для чего конкретно. Я решила, что просто обязана поделиться с вами рецептом этого десерта. Он, слушайте, такой прям суперский. На самом деле, очень классный. И он на основе творога сделан. А я, в принципе, очень люблю именно в каких-то десертах и в выпечке творожную начинку. Делали, кстати, мы из домашних ягод замороженных. Рецепт специально для вас оставлю в описании. Делали, кстати, мы этот торт по ролику на YouTube. Я не думала, что вообще, в принципе, что-то путное получится. Можно, в принципе, контролировать количество сахара и именно те ягоды, которые вы будете укладывать именно сверху. Я имею в виду вот этот вот желатиновый слой сверху. Так что попробуйте обязательно сделать. Мне кажется, вам точно понравится. Ну что, ребятки, мы с вами в мастерской. Если помните, мы как-то делали с вами вот такие вот короба, которые я засовывала под кровать. Сейчас я поняла, что для меня это не очень функционально. Разные мои всякие штуки для творчества здесь лежат. Я думаю, что сейчас я рассортирую и разберу. Это, в принципе, недолго. Так что буду использовать их, скорее всего, как доноров для каких-то других проектов. То есть запчасти из фанеры буду использовать для создания других каких-то своих диайвайк. Поэтому давайте, наверное, приступим к сортировке. И к разборке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо будет решить, что я из этого выкидываю, что не выкидываю. Я думаю, что вот эта бумага и пакеты точно пойдут на раскопку. Потому что смысл собирать маленькие какие-то кусочки. Я вообще не вижу, скажу, короче говоря. Упаковочная бумага. С упаковочной бумагой всё немножко сложнее. В принципе, эта вещь очень ненужная. Но как-то я мало использую вообще, в принципе, упаковочную бумагу. Я думаю, что пора это исправить. Всю бумагу, которая у меня здесь лежит, я тогда достану. И так как впереди у нас много дней рождения, у нас как-то очень много летних именинников, поэтому я буду как раз-таки её использовать по назначению. Так, это картинки, которые я брала тогда в фикс прайс. Есть, кстати, симпатичная довольно. Так, тут вообще они как-то между собой склеились. Вот ещё какие-то картинки. Может быть, что-нибудь с ними сделаю. Но это маловероятно. Возможно, мне будет проще просто собрать бокс с классными штуками, с моими материалами для творчества, которые я очень редко использую. И либо разыграть, либо просто кому-то подарить. Надо будет над этим подумать. А вот это точно я сейчас убираю на растопку. Ёлочки из фикс прайс. Будем, вот сколько здесь разного барахла. Трубки от использованной уже. Упаковочной бумаги есть. Куча, куча цветов. Вот таких вот маленьких декоративных. В общем, если я не придумаю куда-то использовать, точно буду это либо разыгрывать, либо подарю кому-нибудь. Это нам надо будет кинуть в мусор. Это тоже. Я попробовала вот эти вот трубки, они достаточно, кстати, плотные, попилить на своей торцовке. Это, в принципе, получается очень даже удобно. Поэтому я сейчас, скорее всего, просто возьму и внутрь все это дело... Короче, заполню всю эту картинку этими штучками. Будет такой мини-органайзер. Посмотрим, пригодится он мне в принципе или нет. Ну, как говорится, лучше так. Ну вот, в ряд помещается пять штук. ПОДПИШИСЬ! 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 органайзер разобран у нас получилось несколько фанерных деталей знаете что хочу сделать покажу вот такое же хотела сделать органайзер и мне кажется что сейчас самое время как раз у меня есть фанерная вот такая вот планочка даже две баночки есть так что наверное сделаем еще один такой мне кажется что органайзеров много никогда не бывает плюс к этому вот такую мелочевку всегда нужно куда-то складывать разорвала практически все перчатки в хлам зато сейчас знаете что хочу попробовать эти вот штуки которые мне пришли с алика получается это сверло по дереву плюс заодно сразу же зенкирится отверстие под шляпку самореза мне кажется что это супер мега удобно как раз таки сейчас к этому органайзеру нужно будет отверстие для того чтобы цепляться к потолку ну что могу сказать штука классная единственное что немножко все таки рвет вот здесь вот волокна около этой вородочки это в принципе мне очень нравится ну что ж первый готов не знаю сейчас посчитаю сколько у меня осталось банок и возможно сделаю еще один с другой стороны с другой стороны балки сейчас покажу где вот тут вот у меня еще есть местечко можно будет спокойно там еще сделать один такой органайзер мне прям довольна единственное что лента кое в каких местах подклеивалась она полчаса и и приклеить мега у нас с вами еще один небольшой кусочек работы будет дело в том что у нас на кухне ремонта пока что не было еще понимаю что это очень будет затратные по деньгам и по времени поэтому пока знаете все откладываю-откладываю на стол мне поменять хочется когда мы ездили со столом максимум осталась от него вот такая вот столешница ножки то мы использовали столешница достаточно большая осталась по моему 120 на 100 размером то есть она как бы ну основательная такая и ножки я кстати заказала на озон сейчас покажу очень надеюсь что с ними все будет хорошо потому что я редко открываю посылки прям при курьере распаковываю все уже после то есть возможности сразу посмотреть и отдать если там какой-то брак у меня не было поэтому сейчас будем распаковывать вместе с вами кстати я смотрела ножки для столов и у нас здесь и на 21 веке смотрел по моему на онлайнере смотрела но на озон я нашла тот вариант который мне больше понравился самое главное по цвету и по цене получилось на самом деле дешевле чем если бы я заказывала у нас здесь в беларуси как-то вы знаете каждый раз вот я убеждаю в том что на самом деле это очень удобно для меня привозят мне прям домой а это как я уже говорила я живу за городом то есть мне даже не приходится никуда ехать для того чтобы самовывозом забрать все свои посылочки приходит курьер прямо на дом не все отдает это супер мега удобно вот такого цвета ножки черные не глянцевый вариант а такой знать полуматовый конкретно ножки это металл подножка пластиковая наверное до конца распаковывать не буду возьму единственное что вот эти вот платформочки для ножек и буду прикручивать их по периметру столешницы убираю сейчас я все хорошенько почищу обезжирю еще я решила сделать новый стол знаете почему у нас стол который сейчас стоит на кухне у него боковушки цельные как у письменных столов то есть там такие прям куски двп и чтобы сесть всем за столом это немножко проблематично особенно когда нас больше чем три четыре человека не все помещаются потому что просто ноги банально некуда засунуть и я решила что намного будет проще мне сейчас сделать супер бюджетный такой вариант уже имеющийся столешницей чтобы можно было посадить за стол человек восемь потому что 100 большой и так как ножки сейчас будут занимать очень мало места не будет боковых планок как в столе в письменном то будет возможность посадить намного больше людей в любом случае давно хотела это сделать сейчас самый подходящий момент для того чтобы этим заняться столешница у нас около двух сантиметров поэтому мне нужно будет найти либо клопы либо саморезы подходящие по длине думаю что все такие нужно будет брать клопы во-первых у них потому что шляпка как раз подходит для того чтобы фиксировать эту платформу вот с такой вот шляпкой как раз хорошо вот сюда будет фиксировать сейчас посмотрю сколько нет как раз хорошо получается то есть оно не будет протыкаться насквозь и будет хорошо фиксировать вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Ну а на самом деле большой, потому что у нас был, наверное, где-то раза в полтора меньше Мне нравится, что вот тут вот еще есть возможность регулировать высоту ножек То есть если у вас вдруг пол неровный, у нас есть некоторые участки на кухне, где пол чуть-чуть неровный Можно будет таким вот образом взять, просто подрегулировать так, чтобы он не пошатывался Сейчас нужно будет ножки откручивать задом, потому что заносить в дом с прикрученными ножками стол будет очень удобно Отдельно намного удобнее просто взять, занести столешницу и отдельно потом уже на месте прикрутить все ножки В общем, я очень довольна ножками, потому что что? Потому что они достаточно устойчивые Мама там на кухне сейчас шуршит, готовит место, чтобы мы новый стол поставили Будет сейчас нам намного удобнее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!